Духота и сырость, плесень на стенах и рамах, тазы и ведра на полу одной из комнат. В таких условиях приходится жить Нелли Шигаевой в своей квартире на последнем этаже дома номер 12 на проспекте Ленинского комсомола. Вот пять лет, как мы мучаемся с нашей протечкой крыши. То есть это ужас. Это все вот на данный момент, на данный момент, это началось 29 декабря. Каждый раз, каждый день звоню в ЖЭК, в диспетчеру. Никаких реакций, никто, ничего. Мы вашу заявку передали. Ни техника, ни инженера ЖЭКа, ничего нет. Нелли сетует из-за сырости, и она, и ее дочка постоянно болеют. Вот и сейчас они обе на больничном. Вода с потолка течет по проводам освещения и лампочки. И это тоже крайне беспокоит женщину. А замкнет, квартира пойдет гореть. А кто возместит вот эти убытки? Мы останемся без жилья. Мы не можем высушить квартиру, не сделать ремонт квартире. Когда это безобразие закончится? По словам Нелли Шигаевой, за день с лампочки натекает около трех ведер грязной воды с затхлым запахом. Мебель в комнате вздулась, хотя сырость чувствуется по всей квартире. У соседа по лестничной клетке Игоря Баврова, как оказалось, аналогичная проблема. Только течет не столь сильно. И видите, вот это подклеивались. Слышишь? Надо стелить на пол клеенку. И что-то, тряпки какие-то, потому что соседи, а соседи только там ремонт сняли. Заявка, поданная жильцами дома в диспетчерскую, не нашла отклика. Мы тоже попробовали выяснить, когда же все-таки ждать специалиста. Наша задача принять от жителя заявку и передать ее в дом управления, а уже оттуда приходят люди. То есть у вас информации никакой нет, да? Когда придет техник, когда что-то... А это не наш уже вопрос. Наш вопрос принять от жителя заявку по протечке кровли и передать в дом управления. Тогда мы обратились напрямую к руководству МУК УК ЖКХ. Буквально в течение часа по адресу выехал инженер управляющей компании для составления акта. Следом осмотрела квартиру и руководитель УК Галина Артамонова. Все, что связано с ремонтом кровли, это будет весна. То есть сейчас мы можем только регулярно счищать кровлю от снега. Все, более ничего. Ну, мы с вами сейчас не видим же сарафани на улицу, да? Ну да. Поэтому есть определенные сезонные работы. Мы сейчас собираем всю информацию, значит, по всем протечкам, по всем кровлям. Значит, что, какое наше участие вот в этой ситуации будет в дальнейшем, это ремонт. А самое ближайшее, вам нужно написать заявление, мы придем осметим и, естественно, сделаем вам возмещение. Галина Юрьевна отметила, что в случае протечек кровли и любых других серьезных происшествий необходимо обращаться не в диспетчерскую, а по телефону аварийной диспетчерской круглосуточной службы МУК УК ЖКХ. 8-495-541-60-10. Тема кровель и панельных швов у нас стоит очень остро. На самом деле, в первую тепель мы собрали 66 адресов, где были протечки. На вчерашний день по АДСке их было 118. Думаю, что сегодня больше. По этому конкретно дома уже 6 заявок. Значит, мы будем детально обследовать кровлю. Наверняка текущим ремонтом трудно будет подлатать. Ну, практически невозможно. То есть, нужно будет выделение каких-то капитальных средств на капитальный ремонт крови. В этот же день крышу 12-го дома почистили от снега. Сотрудники УК пообещали делать это регулярно, пока проблема не будет устранена. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова